Ребят, если вы ищете какой-нибудь сайт, чтобы испытать свою удачу и выиграть шмоточек из доты, то лучше чем dotamix.com вы точно сейчас не найдёте. Там уже выдано более 6000 аркан, все ваши друзья уже давно там играют и недавно там ещё и запустили бесплатный режим, так что советую заценить, а ссылочка с бонусом в описании. Всем привет, с вами канал ТОП ДОТА и наконец-то я делаю новый видос. У меня сейчас много разных скучных дел в реале, но я всё же постараюсь находить побольше времени для канала и вот сейчас, например, мы будем смотреть на старого шторма. Я нахожусь на фановой карте, на которой есть возможность взять некоторые изначальные, старые версии героев, которые позже были переделаны, удалены и т.д. Так вот шторм раньше был абсолютно другим, и если бы мне показали его тогдашние скиллы и не показали модельку, то господи, я бы его и не узнал. То есть сейчас от изначального шторма осталась только мордашка панды, а во второй дотке нет уже даже и её. Ну и давайте наверное приступать к скиллам, чтобы вы поняли о чём я тут рассказываю. Итак, первый, создание электрической копии. Во второй дотке создаётся реально копия, она даёт вижен, взрывается и наносит урон, а вот здесь всё совсем по-другому. Скилл у нас переключаемый и жрёт по 15 маны в секунду на последнем уровне прокачки, а взамен мы получаем увеличенный на 80% атак спид. Это как раз и первый звоночек того, что перед нами ни хрена не старый добрый пузатый панда. Нельзя сказать лучше этот скилл или хуже, потому что он совершенно другой, но можно посмотреть как он вписывается в общую картину героя и как он комбинится со всем остальным. 80% атак спида это реально много и герой лупит сурги очень даже бодренько. Плюс это хорошо сочетается с кое-чем другим, о чём я расскажу чуть позже. Второй скилл у нас не вортекс, как вы уже наверное догадались, а… щит. Щит, который висит на союзной цели 20 секунд и поглощает 600 урона. Кулдаун у него кстати тоже 20 секунд. Вроде бы как много дамага он в себе может забрать, и вроде бы как это 600 дополнительных хп, но как-то он сюда не вписывается. Мне почему-то кажется, что от этой способности на героя избавились в первую очередь и уже в одном из следующих патчей в этот слот воткнули что-то поинтереснее. Просто подумайте сами, это ведь и не для керриинтовика, и не для кастера, и вообще непонятно для кого. Похожая штука есть у Эмбера, но этот парень часто дерётся в ближнем бою, плюс к тому же его щит наносит какой-то урон, типа как Радик, а этот же ничем подобным нас не балует, просто 600 абсорба. Скучно. Идём дальше. Третий скилл. И это, наконец-то, нечто похожее на нынешние скиллы пандоса. Тут у нас пассивка по механике примерно как в нашей любимой доте 2, однако она отличается механизмом срабатывания. Если мы привыкли к тому, что нам надо юзать скиллы, чтобы стриггерить пассиву, то здесь всё иначе, пассива сама выскакивает каждую пятую атаку. И поверьте, это очень круто. А почему это очень круто? А потому что у нас есть чудесный первый скилл, который разгоняет шторма так, будто его прёт под спидами и под редбулом сразу, так ещё и собирали героя тогда в какой-то лютый керри билд, я в этом просто не сомневаюсь. То есть атак спида было навалом и пассива срабатывала просто неимоверно часто, что несомненно плюс. Особенно это плюс на фоне ультимейта, который не очень-то радует и сейчас вы поймёте почему. Итак, ульта. Это ни черта не то, к чему мы привыкли. Я даже хз как описывать всю эту дичь и боль, которую разрабы сюда впихнули. В общем, больше всего это наверное походит на скивер магнуса. Смотрите сами. Мы можем вот так вот притягиваться в ренже 1400 и при этом мы будем тащить за собой тех противников, которые оказались рядом. Вот в этом моменте герой один в один магнус, однако приколя здесь в том, что кулдаун у нас 35 секунд и при этом мы даже не наносим урона этой херотой. То есть по сути у нас реально скилл который хуже третьего спыла магнуса, при этом здесь он ещё и стоит в ультимейт слоте. И я конечно не знаю, скорее всего в общей картине это было не так уж плохо и герой даже нагибал, но вот то что здесь всё идёт в разрез с нашими привычными представлениями о герое, это блин точно. Так что пишите как вы считаете использовался этот персонаж, возможно даже что найдутся такие ветераны, которые сами играли им в актуальное время, ну и делитесь догадками о том нагибало это чудо или нет. А с вами был канал ТОП ДОТА, спасибо вам за просмотр, не забывайте нажать на лайк, подписаться и посмотреть парочку предыдущих видосов. Удачи!